Прямо сейчас история из республики Коми, которая способна растрогать каждого. Пенсионер, копивший больше полувека на дом, перевел весь свой капитал, миллион рублей, детскому реабилитационному центру. Причем жертвователь хотел остаться в этой истории инкогнито, но сотрудники интерната, не говоря уж о воспитанниках, были настолько удивлены, что решили узнать имя благодетеля, чтобы по меньшей мере сказать спасибо. Кто этот меценат и почему решился на такое, выяснил и наш обозреватель Георгий Гривиной. Миллионер Евгений Попов наливает в граненый стакан сильно разбавленный чай из алюминиевого электрочайника, еще советского производства. Потом включает радиоточку, по которой слушал еще сообщение об отставке Хрущева и смерти Брежнева. Обладателю сразу шести счетов в местном банке интересно. Как раз передают программу о финансовой грамотности. Буквально вчера нам позвонила пожилая женщина Елена Афанасьевна из города Владимир, которая вложила 100 тысяч рублей в финансовую организацию. Тут стоит оговориться, на момент этих съемок Евгений Васильевич уже бывший богатей. Все свои деньги, ровно миллион рублей, которые он копил аж с 1954 года, он отправил детскому социально-реабилитационному центру Гаврош. Прочитал в районной газете, зацепили, говорит учитель о истории с 40-летним стажем. Трудные судьбы детей, живущих всего-то в 25 километрах вниз, по реке Вичигде. На копирующего много, надо что-то как-то реализовать. Почему вот этот коллеги не годится? Годится. Они уже смотрят мультики на новой плазме, а в соседней комнате дожидаются распаковки свежекупленные компьютеры. Директор центра до сих пор не верит, что такое возможно. Он хотел остаться, как говорится, инкогнито и неизвестным, но какая неизвестность? Мы стали ему названивать, как ваше здоровье, мы хотели бы вас поблагодарить. Он долго избегал встречи с этими детьми, словно боялся увидеть в них свое трудное детство. Он из семьи раскулаченных, может потому-то и стал копить, откладывать с каждой зарплатой так, что за 64 года получился миллион, которому и нашел лучшее, как он сам считает, применение. Тотариус, вот, Сбергаса и сразу на счета Гавроша. На руках у меня хоть столько денег, кучи на столе, например, не было. Дети у так и не женившегося учителя истории все-таки появились. И сразу 40 человек. По возрасту, конечно, уже правнуки, но все равно, говорит, было приятно. Мне особенно этого дедушку жалко. У него не осталось ни семьи. А пока бывшего миллионера навещают только соцработники. В 85 он уже не в силах натаскать воды из колодца или наколоть дров, чтобы истопить печь. Но на жизнь жаловаться не в его правилах. На пенсию живете? Хватает на жизнь? Хватает. Кто-то помогает? Не надо. Помощь не надо. Нас поразило, знаете, что вот его глаза, его вот эти вот ясные, вот лучистые, и увидели перед собой действительно человека, который духовно богат. Новые подопечные бывшего миллионера обещали приезжать чаще, поправить, например, почти развалившееся крыльцо старенького деревянного дома своего нежданного мецената. Георгия Гривна, Екатерина Иванова. Известия специально для РЕН-ТВ.